Да, привет. Два слова обо мне. Родился в Ленинграде, еще в Ленинграде. Уехал в Америку. Стал религиозным в Америке достаточно давно, как только уехал. Уехал я в 1982 году. Пошел в Еживу-юниверситет, когда мне было 43 года. В Еживу-юниверситет я нашел своих учителей. Я нашел своего рапая. Я нашел своего учителя по медитации тай-чи, боевым искусством. И с тех пор я со своими учителями. Я веду несколько классов. Я живу в Америке. Я приезжаю в Израиль несколько раз в году. У меня тут точка, у меня квартира. Я люблю Израиль. Меня попросили поговорить чуть-чуть о том, что такое медитация, как разбивают кирпичи и вообще откуда ноги растут. Потому что эти темы недостаточно затрагиваются в еврейских кругах. Несмотря на то, что наша литература полна ими, один из моих учителей, с которым мне не суждено было встретиться, это рабы Ария Каплан. И что произошло в моей жизни, я стал ходить в синагогу, где он жил им и молился. Но, к сожалению, я его не застал, потому что он умер в возрасте 48 лет. И я только познакомился с его семьей. Но из-за его книг я остался в иудаизме. Потому что для меня иудаизм в тот момент был достаточно сухой, и он мне ничего не давал. Из-за его книг, потому что у меня такая натура, я остался в иудаизме и увидел глубину всего. Для каждого человека это абсолютно по-другому. Для каждого человека мы видим что-то, что нас вдушевляет и возбуждает, толкает дальше. Из-за его книг я оказался даже в дешевле университи. И так получилось, что 30 лет спустя я стал общаться с его учениками, которые занимались у него частным образом. Поэтому в данный момент, если что-то я скажу правильное и интересное, это только будет в честь его памяти. Потому что я считаю, что он перевернул иудаизм в нашем столетии и поставил его в правильное русло. Для меня это такие, как я. Он написал за 15 лет порядка 70 книг. У него были глубочайшие знания. Человек спал 1-2 часа в день и постоянно писал, писал, писал. У человека была необычальная, необычальная трудоспособность, необычальная глубина интеллекта. Он пришел в иудаизм после того, как достаточно давно, в очень юном возрасте, и после того, как получил вторую степень, по-английски это Masses Degree, физики, после этого он решил полностью заниматься и отдать себя иудаизму. И написал очень много глубоких, интересных брошюр и книг. Первая книга, которая меня просто увлекла и затянула, как в омут, это был его перевод «Сейфа и Цера», после чего я понял, что глубины иудаизма можно только позавидовать, и можно идти дальше и дальше, и никогда не найдешь конца. И на основе этой книги, которую я пытаюсь перечитывать, потому что постоянно забывается и постоянно понятие идет абсолютно другое, на основе этого всего, на основе этой книги и других его брошюр, плюс учения моих учителей, я черпаю из жизни еврея то, что меня толкает ближе к Всевышнему. Вот обо мне. Когда я пошел в Ишевую университет, мне было 43 года. У каждого человека идут определенные этапы в жизни. Мы сначала воодушевляемся, мы прыгаем что-то в какую-то тему, мы начинаем ее учить, мы начинаем забывать и оставлять то, что у нас позади. И это идет очень большое воодушевление, интерес, но оно постепенно всегда сменяется скукой, потому что у нас все идет по синусуете. Сначала мы идем на вершину синусоиды, потом мы падаем. И самое главное, чтобы вот эта центральная линия у нас была всегда синхронной, потому что мы можем уйти в одну сторону, в другую, но если у нас есть вот этот центр, к которому мы постоянно будем возвращаться, все остальное просто естественно. Люди иногда не понимают этого и начинают себя ругать, или начинают расстраиваться, или начинают уходить в какую-то сторону, или оттягивают их магнитом в одну и в другую. Но мы должны всегда помнить вот эту центральную степень, центральную точку. Если вы посмотрите на биение сердца, она всегда идет по синусоиде, и всегда вот эта линия проходит через эту синусоиду. Поэтому еще про меня, я думаю, что интересно. Я тоже, у меня жизнь была вот такая. Я заинтересовался иудаизмом, я был с Любавичами, Литвовичами, бла-бла-бла. Мне было достаточно тяжело, потому что я человек эмоциональный, и когда мне давали сухую халаху, в одно ухо вылетало, в другое вылетало. Поэтому я хотел что-то, что меня раскроет. Короче, через какое-то время получилось так, что я жил по размеренным, в размеренным темпам жизни. Синагога, шаббат, синагога, шаббат. Ничего интересного, взял одну книжку. Окей, я уже это что-то читал, взял вторую, что-то читал. Тут произошли какие-то события в моей жизни, и я решил, что в 43 года мне надо пойти. Я себе обещал, что я пойду вышиву, у меня нет никакого образования, я ничего не знаю. Окей, я сам там что-то читал. Пойду вышиву. Пошел к своему рабаеву и говорю, раба Юдин, вот я собираюсь пойти к вам в институт заниматься, потому что наш раба в синагоге, он тоже придает в высшей линейности. Кого бы вы мне порекомендовали? Вот хочу кому-то пойти поучиться. Он так подумал минут пять, причем действительно таких долгих минут, потому что человек смотрит на тебя, ты входишь его в синагогу, он в принципе как раба, как любой раба, должен знать своих прихожан, и он должен понимать, с кем он разговаривает, потому что с каждым надо бы разговаривать по-другому. Он так на меня пять минут посмотрел, говорит, окей, я тебе советую пойти к профессору Собе. Я говорю, окей. Есть у меня мой раба, который там преподает. Говорит к профессору Собе. Я пойду к профессору Собе. Что я знаю о профессору Собе? Ничего. Прихожу к профессору Собе. Человек преподает гибрид, и человек преподает библейскую археологию. Я говорю, окей, я возьму гибрид, возьму библейскую археологию. Сижу на уроке, мне, с 18-летними мальчиками, и мне два года занимает отучиться от того, чтобы телефон держать выключен, потому что бизнес-то еще идет, значит, у меня звонки, я тут, правильно, правильно. Ну, неважно, через 3-4 месяца я вдруг узнаю, что профессор Солдор, оказывается, у него 10-й танк карате, и он вообще крутейший мастер боевых искусств. Я говорю себе, вау, я же всегда хотел заниматься боевыми искусствами, я не мог заниматься карате, потому что нас гоняли КГБ в мое время в Ленинграде, я разбил себе нос, мне там какой-то мальчик разбил нос, когда я занимался тайквондо, меня выгнали из олимпийской сборной, из подготовительных классов на олимпийскую сборную в России, по дзюдо, но я всегда хотел заниматься. Я говорю, окей, хочу с ним, наверное, заниматься. Тут он на один раз говорит, вот у меня есть группа, у которой больше, чем 40 лет в среднем люди, и они такие же, как вы, бездельники, это он к классу говорит, они не делают никаких домашних работ. Я поднимаю руку и говорю, это я, мне туда надо, я домашние работы не делаю. Он говорит, окей, подожди чуть-чуть. Я подхожу к нему через месяц и говорю, ну как, я могу прийти к вам в эту группу? Он говорит, еще чуть-чуть, подожди. Еще через месяц я подхожу и говорю, хочу, не могу, все, горю. Окей, приходи. Короче, я пришел к нему в группу. И он мне говорит, вот у нас медитация, сейчас мы начинаем медитацию в четверг, приходи на медитацию, а потом у нас тай-чим. То есть мы начинаем в девять часов, заканчиваем в час ночи, я так думаю про себя, нифига себе, в девять начинаем, в час, а когда мы спим, когда мы едим, когда вообще что делать? Короче, я прихожу в девять, сажусь на медитацию, мы садимся в кругу. И первая медитация меня уносит в такие счастливые края, в которых я никогда не был. Раскрываются просто необычные вещи передо мной. Я плаваю в облаках. Я счастлив, как никто. Я ухожу после всего и говорю, все, это то, что мне надо. Я прихожу на следующую неделю, в четверг, мы садимся в тот же круг, и он нам дает следующую медитацию. Эта медитация меня убивает. Вот просто меня убивает. Мне страшно, мне не по себе, я не могу понять, что происходит. Может быть, я сюда даже не принадлежу. После медитации я подхожу к нему и говорю, профессор, учитель, может быть, я не знаю, может быть, тут мне не надо быть вообще. Он на меня смотрит и говорит, ты знаешь, уходи три месяца, а потом ты решишь. Ну, меня учили, что учителям нельзя грубить. Я говорю, окей, хорошо, но мне так страшно, мне не по себе. Короче, я хожу три месяца, и эти три месяца превращаются в 20 лет. Что я вам могу сказать? У нас существуют внешние боевые искусства и внутренние боевые искусства. Мне вот задали вопрос, как разбиваются кирпичи. Каратисты разбивают кирпичи силой. Они набивают себе кости, и чем больше силы, тем больше кирпичей мы можем разбить. Внутренние боевые искусства – это внутренняя сила. Сила мысли, сила духа. Путь идет абсолютно разным и по времени, и по методике. Конец один. Когда мы идем во внутренних боевых искусств, занимает достаточно долгое время уйти от того, что ты знаешь. Потому что внешние боевые искусства, которые рассчитаны на силу, мускул и физиологию человека, они берут тот мир, в котором мы живем, и они воспитывают нашу силу, наше состояние на тех основах, которые мы знаем. Внутренние боевые искусства, такие как тай-чин, они берут человека и просто его разрывают на кусочки. Они его разрывают на кусочки и переделывают. И переделывание человека заключается в том, что он идет вовнутрь себя. Обе дисциплины говорят о том, что себя надо перевоспитать, и главный противник – это ты. Но одна дисциплина идет по пути наименьшего сопротивления, а вторая по пути наибольшего сопротивления. Наибольшее сопротивление – это у тебя внутри. Человек не может себя переделать. Поэтому человек переделывает себя очень долго, и за счет не только желания, но за счет привычек, и за счет того, что он, повторяя и убеждая, и уходя в абсолютно другие вещи и стадии, непривычные ему, он начинает видеть вещи, которые ему не дают в этом мире. Тай-чи работает на внутреннем уровне, на энергии, которая нам посылается сверху, на энергии, которая нам дается от земли, на энергии, которые нам дают родители, на энергии, которые мы получаем от окружающей среды, от других людей. Если вы подумаете, то, что я сказал, энергия сверху, энергия от земли, энергия внутри себя, от родителей, от окружающей среды, это чистый иудаизм. Почему? Потому что, когда мы говорим браху на еду, мы возвышаем еду, мы забираем у еде, у еды, у еды, спасибо, склонения у него, всегда у него были проблемы, у еды мы забираем самое возвышенное, возвышенное, потому что все в этом мире создано Всевышний. Во всем есть искрка святости. Человек создан для того, чтобы собрать эти искры, чистый рабайкок, правильно, мы собираем искры по всему миру, и мы возвышаем все вокруг себя. Энергия родителей, родители дают нам имя, родители нас производят на свет. Энергия родителей входит в нас постоянно, не только в момент зачатия, но до того момента, когда мы уходим. Энергия неба, мы одеваем тфелин, мы молимся, мы берем энергию неба, энергию земли, мы хороним наше тело в земле. Мы говорим, что тело, Адам, созданное, Адама, очень вместе все. То есть те энергии, которые я только что перечислил, с которыми работают внутренние искусства, боевые искусства, те энергии нам даются и в иудаизме. Кроме всего прочего, когда меня посадили первый раз изучать бабу Мацию, правильно? Один тянет талос к себе, другой тянет талос к себе. О чем это говорит? Это не говорит о том, чей талос, как талос. Это учит вас тому, как думать, потому что понятие еюш, понятие отдал, потерял, это понятие мысленное. Значит, все рассчитано на том, что вся вселенная вокруг вас материально мысленна. Медитация и внутренние боевые искусства основаны на вашем мысленном внутреннем состоянии. Когда мягко разбиваешь кирпич, не как карате, а когда мягко разбиваешь кирпич, все мысли у тебя должны быть убраны. Ты должен просто быть один со вселенной, потому что энергия кирпича, энергия твоей руки, она получается, ты входишь в создание. Это невозможно объяснить, и это может быть звучит, это сейчас звучит, как какой-то вуду, или человек полностью поехал. Но дело в том, что да, так и есть. Поэтому на одном шабате, например, в Эйцув, я был у приятелей, а когда хозяин был у меня в Америке, он видел, как я тренируюсь у себя во дворе, он говорит, слушай, вот у меня мальчик не верит, что ты разбил кирпич просто мягким касанием. Я говорю, ну хорошо, я его научу. Я взял его сына, и он через пять минут стал разбивать там какую-то фигню. Окей, не кирпич, но что-то там он стал разбивать. Почему? Потому что у него настолько незасоренная мысленная система, что он может отключиться и поверить. Когда человек верит, и это переходим к нашей вере, тогда все возможно. Все абсолютно возможно. Для меня, например, было очень большим удивлением когда-то услышать рассказ о каком-то рэбе, я уже не помню, какой хасидич рэбе, который был в концлагере. И перед тем, как их расстреливали, их заставляли прыгать через ров. Кто перепрыгнет, остается вживую. Кто не перепрыгнет, в расход. И он перепрыгивал. Его спрашивают, ты же прыгать должен на мяч. Я поверил, я поверил, что я могу перепрыгнуть. Я перепрыгну. Потому что сила веры это настолько большая сила, что она может нас унести куда угодно. мы говорим, что в первую очередь мы должны верить. Теперь, раз вы меня сюда позвали поговорить насчет медитации, кроме кирпичей, разбивание кирпичей это тоже медитация. Все медитации на самом деле. Что такое медитация? Медитация это уход в новую степень разумности. Может быть, я даже это неправильно выразил, но что я пытаюсь сделать? Я пытаюсь перефразировать то, что написано. А написано на английском, поэтому мне надо еще перефразировать это тоже. что я имею ввиду уход в новую степень разумности. Мы все живем в этом мире и ходим вышивы. Не потому, что нас родители застали, а потому, что нам захотелось. Потому, что мы почувствовали что-то такое, что нас тянет, что нам дает искорку жизнь. Я открыл рот, когда стал религиозным, потому, что для меня иудаизм в тот момент, в 25 лет, принес такую радость жизни. Радость жизни духовной, потому, что до этого мой дух загнивал. Окей, я играл в карты пил, как все, как все нормальные мальчики. Был в институте, учился, баклу шипел. Но тут я увидел, что что-то есть, что я не знаю, что меня может поднять. Поэтому, я думаю, что мы все приходим к религии, по крайней мере, русские болчуны, по крайней мере, люди, которые пришли к религии из абсолютно другого, они выросли в ней, не родились в ней, потому, что у нас есть стремление к Всевышнему, у нас есть любовь к Всевышнему, у нас есть что-то, что нас заставляет и толкает прийти к этому. И мы ищем пути, и то, что нам дают, нам показывают, мы выбираем тот путь, потому, что мы думаем, что вот эти люди, они уже пришли к этому. Да, эти люди пришли к этому. Но когда они пришли к этому, это не значит, что это наш путь. Это значит, что это правильно, надо отбрать этот путь. Потому что этот путь нам дают, но одновременно о других путях нам сначала не рассказывают. Медитация – это тот путь, о котором нам очень мало рассказывают. Медитация в еврейской тематике достаточно редко всплывала на поверхность. И это понятно. Потому что когда ушли пророки, и когда ушли школы пророков, и когда ушло это все, нам надо было выжить как народ. Как мы выживаем как народ? Мы выживаем, когда мы ставим заграждение. Мы стадо, мы называем себя стадом, правильно? Всевышний нас пастух. Как стадо должно выживать? У стадо должны быть собаки, которые нас держат в куче. У стадо должен быть пастух, который своим посохом сбивает нас. У стадо должно быть лидер. И мы должны выжить. Почему мы должны выжить? Потому что мы – часть Всевышнего. Мы были на горе Синай. Мы единственные люди во Вселенной, которые свидетели. И когда мы говорим «Эйдим», когда мы изучаем тему «Эйдим» в Геморе, мы изучаем тему «Эйдим» о том, что мы были там. Наши души были там, нам всем это говорят. Поэтому мы должны пронести это все через жизнь. Я говорю, как я это понимаю. Гайз, ребята, вы можете понимать это по-другому. Вы можете выбросить это в фортичку сразу. Вы меня попросили поговорить? Я считаю, что, как говорит мой учитель, если ты говоришь с людьми, ты должен показать, кто ты такой. Иначе люди или просто тебя не поймут, или просто тебя отбросят. В любом варианте вы можете отбросить. Или это будет падать на уши, которые не слышат. Поэтому, может быть, что-то где-то может упасть в правильное место. Поэтому, как народ, мы должны были выжить. И как народ, правильно были установки для того, чтобы народ должен быть выжить, должен быть существовать. И чувства, которые мы взяли... Извини, пожалуйста, я просто хочу тебе сообщить, что мы не выходим потом. Потому что Yonatan is coming to them, so they can't go out. Мы просто зайдем кафе-ку попить. I'm sorry, I had to interrupt. Did I destroy the whole thing? Окей. Вы видите, что происходит? А чего я с самого начала сказал? Когда вы идете по определенным пути, вы восхладаете логическую вещь, которые должны привести к тому же. Когда вы идете по другому пути, и вас ведет, или вы должны вести как-то, что-то может произойти. Моя жена пришла и сказала мне, что кто-то приходит. Нет, что вы, если вы хотите, продолжать просто. Мы продолжаем. Окей? Нет. Телефон не... Даня, целевозно. Даня, построить урок на том, что ты сказала. Пожалуйста. Окей. Окей. В жизни еврейского народа происходит вот то же самое. Абсолютно то же самое. Мы начинаем куда-то идти, мы начинаем к чему-то приближаться, и нас ставят на место. Окей, меня поставили на место, мы никуда не идем, нам приходит гость, мы попьем кофейку. Я летал там где-то уже, окей? А мне сказали, ну-то не о том говоришь. Окей? Нет, это гам золотого вообще. О, видите, гам золотого. Все гам золотого. Внутренние искусства, боевые искусства основаны на гам золотого. Потому что если ты не полностью расслабишься и не примешь волю Всевышнего на себя, все, что должно произойти, все должно произойти, в любом варианте. Все написано. И мы только идем по прочерченной дорожке, проторенной, извините, проторенной дорожке. И выбираем, свернуть направо или налево. Как в той сказке о анекдоте про Илья Муромца. Окей? Направо пойдешь, коня потеряешь. Налево пойдешь, налево пойдешь, там, потонешь. Я не помню уже. Прямо пойдешь, а прямо камень. Окей? Значит, в камень ударишься. Короче, возвращаясь к... Вы хотели услышать о еврейской медитации. Еврейская медитация основана на том же самом, на чем основана медитация Востока. Единственное, что, что если мы кушаем вилкой, а они кушают палочками, они кушают одно и то же, правильно? Я люблю суши. Когда я кушаю суши, я кушаю палочками. Когда я кушаю стейк, мясо, я кушаю вилкой. Окей? Но еда-то есть еда, ничего разного в нем нет. Медитация и мысленная культура у всех народов одинаковы. Разница в чем? Разница, как ты его кушаешь и к чему ты потом идешь. Покушать для души – это другое, чем покушать для тела. Покушать для ума – это другое, чем покушать для души. Поэтому очень многие в наше время используют и правильно делают методы Востока. Айя Каплан увидел, что люди тянутся к чему-то потустороннему. И поэтому он взял на себя задачу показать, что есть не только корни восточной медитации, но есть корни в еврейской медитации, в еврейском знании. Поэтому он написал достаточно большое количество книг, где он говорит о еврейской медитации. Одновременно в этих же книгах он напоминает, что методы, которые мы подчерпываем и которыми мы учимся, в данный момент у Востока должны быть и могут быть applied и использованы, когда мы изучаем что-то такое, как еврейская медитация. Время и стекло? Или еще? Еще минутка-две? Заканчивать, значит, надо? Окей. Хорошо. Хорошо. Ребята, что я вам могу сказать? У меня вышла дочка замуж в апресине. И что я сказал на свадьбе? Я сказал, я говорил о Крувим. Я говорил об ангелах на покрышке Арона. Существует мнение, что ангелы, у них было направлено крылья вверх, они смотрели друг на друга. Это мнение говорит, одно из мнений говорит, что лица были детские мальчика и девочки. Но одновременно мы знаем, что между ними был спейс, было расстояние. Они не прикасались друг к другу. И через это место, пустое место, приходило влияние Всевышнего. Всевышний разговаривал, как в книге Шмо. Всевышний говорил, откуда я с вами буду говорить. Значит, от пустое место, правильно? Он оттуда с вами говорит. Вот медитация для нас, евреев, для того, чтобы понять, что в этом месте происходит и как через это место пройти. Потому что, когда пустое место между кровью начинает заполняться, тогда оно начинает открываться. Как две противоположности открывают новый горизонт. Поэтому читайте, задавайте вопросы, разбивайте кирпичи.